сегодня мы с вами приготовим очень простую и вкусную корейскую закуску нам потребуется для этого минимум возможных ингредиентов но не включая конечно специй которых всегда в корейских блюдах много картофель 1 штука с учетом того если он среднего размера и лук половина луковицы достаточно большой луковицы и по вашему выбору вы можете использовать либо морковь либо кабачок понадобится совсем немного буквально 1 4 и нам нужен будет чеснок 2 дольки чеснока первым делом мы с вами измельчаем чеснок можно сделать это любым удобным вам образом я делаю это ножом вы можете сделать это в блендере или чеснока до вилки теперь мы приступаем к нарезке овощей нарезаем картофель маленькими кубиками делаем это любым удобным вам способом и в принципе все овощи в данном случае нарезаются именно таким образом на маленькие кубики набор овощей вы в принципе можете поменять по своим вкусовым предпочтениям но вот эти вот наиболее идеально сочетаемые с тунцом на мой вкус и лук мы также нарезаем маленькими кубиками и как я и говорила кабачок или морковь по вашему выбору мы тоже нарезаем маленькими кубиками и наш главный ингредиент это консервированный тунец одна банка тунец может быть как в масле так и в собственном соку 180 грамм мы кладем на сковороду перемолотый чеснок и добавляем растительное масло 2 столовые ложки будет достаточно я использую рапсовое масло вы можете использовать обычное подсолнечное масло включаем огонь и на среднем огне все время помешивая мы готовим чеснок до его сильно явного запаха как только мы почувствовали сильный запах чеснока мы закладываем картофель и готовим на среднем огне все время помешивая буквально где-то 10-20 секунд после этого добавляем лук и кабачок и все это хорошо перемешиваем продолжаем готовить на среднем огне все время помешивая 3 минуты затем освобождаем пространство в середине сковороды и закладываем туда острую чили пасту кучудян одну столовую ложку с половиной добавляем сироп одну столовую ложку я использую сироп агавы если у вас нет сиропа просто еще положите на пол столовой ложки сахара больше сахар же я кладу одну столовую ложку добавляем мирин рисовое вино одну столовую ложку если нет просто пропустите кунжутное масло одна столовая ложка и соевый соус одна столовая ложка соль добавлять не надо соевый соус дает свою соленость теперь мы увеличиваем огонь до среднего и все-все-все хорошо перемешиваем сначала все специи а затем уже их вместе с овощами и добавляем тунец из банки 180 грамм я слила масло так нет вниз был масле заложила только тунец все хорошо перемешиваем и продолжаем готовить на среднем огне все время помешивая одну минуту и собственно говоря наше вкусное и нехитрое блюдо готово и можно подавать его к столу но перед подачей хорошо посыпать блюдо обжаренными кунжутными семенами понадобится буквально щепотка ну и все приятного аппетита как я говорила это блюдо само по себе является корейской закуской и подается среди большого количества других закусок главному блюду и отварному рису но можно использовать это блюдо и как топпинг для отварного риса надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь приятного аппетита здесь еще раз способ приготовления и и ингредиенты